Итак, ребяточки, всем привет! Сегодня говорим про диеты. Вы на канале 30+, здесь про здоровье, ментальное и физическое. Я медицинский психолог, нутрициолог. Пока еще не диетолог, но подумываю. В общем, мое отношение и сейчас то, что я знаю, поделюсь. У большинства моих клиентов за 10 лет работы у них или депрессия, или тревога, или бессонница, или какая-то еще, хотела сказать, шняга. Ну, нормально, мы все живем в современном мире, давайте будем откровенны. И чего хочется сказать, что очень многие использовали какие-либо диеты. Я рекомендую вам самим ознакомиться с несколькими книгами, если вы умеете читать, что углеводы делают с мозгом, код ожирения, грязный ген. И, соответственно, сделать выводы самим. Я могу сказать, что я знаю, что хочу вам передать. Диета напрямую будет влиять на многие заболевания и состояние человека. У нас у всех есть генетика, и вам будут на ушки навешивать лапшу о том, что всем подходит одинаковое питание, вот надо там что-то там составить, какой-то график. Помимо этого всего графика, у каждого свои пищеварительные ферменты. У кого-то их не хватает жестко, у кого-то есть обострение язв, полипов, каких-то холит, в общем, кучу всего. И поэтому к диете нужно относиться как пусечки, зайчики, ласточки, милочки. Потому что все, что в вас попадает, становится вами. И мое отношение, диета, это помощь в компенсации какого-либо состояния или заболевания. Я считаю, что бред про то, что можно есть все и понемногу, мы уже поняли, что это далеко не так. И что даже от воды зависит статус электролитов и степень загрязненности организма. То есть, про диеты. Я считаю, что у людей, у которых есть какие-либо депрессивные расстройства, им нужно обратить внимание на палеодиету и на кето. Почему с доктором со своим решить этот вопрос? Потому что в основе этой диеты есть все необходимые саплименты для качественного здоровья вашего мозга. И улучшения продолжительности жизни. Но есть и недостатки. То есть, если, например, там у вас есть какая-то история с долихосигмой или какая-то история с, в общем, вы беременны. Или вы там, не знаю, в какой-то истории с послеоперационной. То здесь нужно тоже советоваться. Но моя задача вот в чем. Я хочу вам рассказать, что действительно, вот эта история, не жесткая кето, а палеопротокол, это суперполезная вещь, в которой есть овощи, мясо, в которой есть фитонутриенты, микроэлементы, растительные масла, овощи, капусты. И самая фишка, что контроль уровня сахара. Меня, вот, например, раздражает эта история о том, что можно есть все, крахмалистые овощи, все-все. А почему у людей потом проблемы с кишечником? Почему у многих потом проблемы с импотенцией? Просто потому что кишечник, ребята, там все усваивается. И фрукты, они не так безопасны тоже, как рассказывают. Пусть верят в то, что, да, они богаты минералами, но поверьте, насколько человеку там хочется улететь в космос после поднятия фруктозы и повредить себе сосуды. Ну, как бы, очень индивидуально. Еще вот, что хочется сказать, что здесь вы можете выбирать для себя оптимальный способ питания, движения и восстановления. Я считаю, что для здоровья мозга круто работать с палео-средиземноморской диетой. Никакие даш, диета дюкана, еще какая-то история в долгосрочной перспективе в реальной жизни к здоровью не приводит. И другой момент, мое отношение ко всем долгосрочным диетам. Если вы находитесь где-то, где вы, например, не можете все достать, это тоже очень сложно. Но если у вас, например, есть в анамнезе Паркинсона, Альцгеймера, депрессивные моменты с близкими, с родными, если у вас, например, есть родственник с диабетом или с сердечно-сосудистыми заболеваниями, помните, что генетика работает, поэтому лучше заранее подумать про то, чего вам там интересно, важно и можно. Другой момент, почему эти диеты? Напоминаю, что это даст вам возможность составлять свой рацион и отслеживать свои результаты. Помимо диеты, я считаю, важно пойти и сделать чекап анализов. которые дают возможность понять, сколько у вас белка зашло, есть у вас 70 или 80 грамм белка вообще, или нет этого, или вы вообще не усваиваете этот белок. Вам расскажут, как полезна клетчатка. Вот у меня уже прям вилочку дали про эту клетчатку. Да, я люблю клетчатку, в ней куча минералов. Но сделайте, пожалуйста, так, чтобы ваш белок за сутки усвоился. Он нужен другим, разным органам и системам. В общем так, это я вам сказала, потому что со своей клетчаткой делают мне, приводят мне людей с поносами, блин. А я им потом объясняю, что не надо им столько клетчатки. И все это, все настолько, видите, индивидуально, как. Кето-диета классно при эпилепсии работает, супер заходит с метаболическим синдромом. Но не все готовы покупать все добавки. Как бы сразу вопросики, да? Вопросики, вопросики. Следующее. Если мы с вами говорим про палеодиету, то здесь можно избавиться от лишних килограмм, снизить риск диабета, болезни сердца и рака. Но при этом тоже супер при сильно низкой калорийности. Что хочется сказать? Вот все эти диеты, это прекрасно. Но у нас есть минералы, например, алюминий, ванадий, калий, бор, железо, кальций, фтор, марганец, молибден, хлор, серо, селен, йод, бром. И в общем, к чему я это все дребедень? К тому, что и витамины, их огромное количество. Если у вас чего-то много, чего-то мало, организм уже переходит в какой-то перекос. А-ля, было слишком много алюминия, зашло из посуды, для чего? На тебе, держи тебе отравление всех систем. Не было у тебя ванадия, на тебе диабет, хотя ты не диабетик вообще. На тебе, закончилась медь в организме, на тебе разрушенный коллаген, не будешь ты строить свою систему. Нет хлора, ну все, фиг тебе с образованием кислотности желудка. Нет хрома, ну опять тебе будешь думать про инсулин. Но напоминаю, что все, что снижает вот эти... Что же можно просчитать? Это же элементарно, Ватсон. Хром, вот это все, это уходит при высоком инсулине. Следующий день, здравствуйте, опять беспокойство и дефицитарные состояния. Поэтому, ребята, хочу вот на что обратить ваше внимание. Боже, как я сегодня хорошо поела. Что ж, попа на полу. Я как всегда смеюсь. В этих всех диетах важно отслеживать, я всегда говорю, минералы. Кальций, железо. Вот кальций, антагониз, железо. Кремний, там антагониз еще чему-то. И представляете, у человека то понос, то запор, то давление, то нет восстановления. Ему диетолог-то по телевизору рассказывает о том, что вот так нужно есть или вот так нужно есть. А я говорю, да дайте в эту человеку этому, господи, хелсру, калькулятор, где он записывает о том, что какие минералы поступают. Плюс еще приходит столько всего в организм химии, шлаков. Я вот сегодня целый день в машине, да, я просто одурела от этого газа, копоти и всего, что внутрь выделяется. Приходишь и напичкаешься магнием, глицинатом, чтобы всю эту интоксикацию снять. Я, как всегда, с вами на нормальной волне. Я говорю, как есть, без прекрас. У кого там все красиво, всем спасибо. У меня все без прекрас. Так вот, про магний. Дефицит магния, ну понятно, что суточная доза, ее вообще взять, да, из питания. И еще найти то, что называется... Ладно, упустим этот момент. Короче, вот тема какая у нас сегодня, без подготовки. Как, как говорим, диеты. Дюкана, Юкана, Даш диета, на которой рассказывают, что уровень кровяного давления. Все нестабильно. И поэтому я считаю, что для себя поддержка своего метилирования, своей диеты должны вы выбирать постепенно. Напоминаю, обязательно клетчатка, суточная потребность в белке. Искать фитонутриенты с марганцем, цинком, кобальтом, молимденом, медью, серой. То есть, у меня это уже все как-то наметано. Я знаю, что там мидии, там содержит медь, много профилактику там различных состояний. Что фтора, когда много, то там не усваивает проблемы с кишечником. Что когда дефицит кальция, то обычно дефицит витамина Д идет. То есть, тут нет какого-то предела в своем совершенствовании. Напичкался магнием, там слил другой электролит. То есть, понимаете, да, хлора много в еде поступило, отравление идет тоже. Поэтому, ребята, будем живы, не помрем, как я говорю. Подписывайтесь на мой канал. Здесь про здоровье простым языком. С вами Алена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok